Ребята, всем привет! Меня зовут Вилли и вы смотрите канал Видеолепка. Сегодня мы будем лепить Винни-Пуха, Тигру и Пятачка из нового фильма Кристофер Робин. Если вам нравится наш канал и вы не хотите пропустить новые видео, то обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик. Первым я буду лепить Винни-Пуха, а пока я буду его лепить, я вам расскажу историю появления этого удивительного персонажа. Историю про Винни-Пуха написал Аллан Александр Милн, человек, который хотел войти в историю английской литературы как серьезный писатель, а вошел и остался как создатель героя, которого все знают с детства, медведя из плюша с головой набитой опилками. Аллан Александр Милн создал цикл повестей и стихов об игрушечной медвежонке, сочиняя истории для своего сына Кристофера Робина, который тоже стал героем книги. Многие персонажи Милна получили имена благодаря вполне реальным прототипам – игрушкам его сына. Пожалуй, самая запутанная история самого Винни. Винни-Пек – это имя медведицы, проживавшей в лондонском зоопарке, любимицы Кристофера. Своего сына Милн привел в зоопарк в 1924 году. За три года до этого мальчик получил на первый день рождения в подарок медведя, до этой эпохальной встречи безымянного. Его называли Тедди, как принято в англоязычных странах. Но после знакомства с живой медведицей, в ее честь игрушку назвали Винни. Постепенно у Винни появились друзья. Любящий отец покупал сыну новые игрушки. Просенка-пятачка подарили мальчику соседю. Таких персонажей, как Сова и Кролик, автор додумал по ходу развития событий книги. Первая книга о медвежонке появилась накануне Рождества 1925 года. Винни-Пух и его друзья шагнули в жизнь, которая счастливо продолжается и по сей день. Если точнее, то про Винни Милн написал две прозаические книги и два сборника стихов. Прозаические сборники посвящены жене писателя. Но ответ на вопрос о том, кто написал Винни-Пуха, будет неполным, если не назвать еще одно имя. Эрнест Шепард, художник-карикатурист журнала «Панч». Как и Милн, ветеран Первой мировой войны. Он стал настоящим соавтором писателя, создав образы героев-игрушек такими, какими их представляют поколения детей. Почему так популярна книга об игрушечной медвежонке и его друзьях? Наверное, потому, что многим эти истории, рассказанные одна за другой, напоминают сказки, которые любящие родители рассказывают своим детям. Часто такие сказки просто придумываются на ночь. Конечно, не у всех родителей такой дар, каким обладал Милн, но эта особая атмосфера семьи, где ребенок окружен любовью и заботой, чувствуется в каждой строчке книги. Еще одна причина такой популярности – это удивительный язык сказки. Автор Винни-Пуха играет и забавляется словами. Тут и каламбуры, и пародии, в том числе на рекламу, и забавные фразеологизмы. Поэтому книгу любят не только дети, но и взрослые. Но опять же, нет окончательного ответа на вопрос о том, кто написал Винни-Пуха. Потому что Винни-Пух – книга волшебная. Ее переводили лучшие писатели разных стран. Считая за честь помочь маленьким согражданам познакомиться с забавными героями сказки. Переводов на русский язык было несколько. Но классическим стал текст Бориса Захадера, который вышел в 1960 году. И миллионы советских детей стали повторять вопилки и кричалки вслед за медвежонком Винни. Отдельная история и хронизация сказки. На Западе известен сериал студии Дисней, который, кстати, не очень нравился главному герою книги Кристоферу Робину. Дисней при съемках мультфильмов на самом деле довольно сильно изменил как образ Винни-Пуха, так и сюжеты историй. Что интересно, наиболее близка к оригиналу русская версия мультипликационных фильмов о плюшевом медведе. Режиссер Федор Хитрук на киностудии «Союзмультфильм» создал три мультипликационных фильма о Винни-Пухе. Первый – Винни-Пух, второй – Винни-Пух идет в гости и третий – Минни-Пух и День забот. Сценарий этих мультфильмов был написан Хитруком в соавторстве с Захадером. К сожалению, отношения у них были сложные и было выпущено всего три серии, хотя первоначально планировалось выпустить мультипликационный сериал по всей книге. В общем, ребята, вот такая вот фигурка Винни-Пуха у меня получилась. Если вам понравилась эта фигурка, поставьте лайк, и если это видео наберет больше двух тысяч лайков, то я слеплю персонажей русской версии мультфильма про Винни-Пуха. А теперь я покажу, как можно слепить фигурку пятачка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая у меня получилась фигурка пятачка. Ребята, напишите в комментариях, похоже у меня получилось или нет. А также напишите, что мне еще слепить. И последней фигуркой на сегодня будет фигурка Тигры. В диснеевском мультике Тигруля оранжевый с черными полосками. А в фильме Кристофе Робин он почему-то более такого светлого цвета желтого и полоски у него коричневого цвета. Такого я и буду лепить. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Денис Горлов Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok